Добрый день, с вами Дина Краснова и в сегодняшнем видео я расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 сделать продажу валюты. На валютном счете моей организации есть 500 евро, которые я хочу продать. Но прежде всего посмотрим, установлены ли у нас соответствующие флажки в настройке функциональности. Здесь должны быть установлены флажки расчеты в валюте и уе обязательно, если мы хотим работать в валюте. Если у вас уже валюта есть на валютном счете, соответственно, этот флажок уже должен быть установлен. И при продаже валюты мы можем использовать 57 счет, можем не использовать. Здесь зависит от того, что у вас указано в учетной политике организации. Вот здесь в учетной политике, если установлен флажок, используется счет 57, то в этом случае продажа валюты будет с использованием 57 счета. Если 57 счет не используется, тогда будет без 57. Я буду показывать без 57 счета, то есть у меня здесь флажок не установлен. Если вы используете 57, там немного проводки будут отличаться. И прежде всего нам нужно перечислить валюту для продажи в банк. Я буду продавать 500 евро и буду перечислять их со своего валютного счета. То есть деньги у вас уже на валютном счете, понятно, должны быть. И для этой операции мы будем использовать документ списания. Это раздел банка-касса, банковские выписки. Если вы делаете платежные документы в программе, то делаете платежку. Если сразу клиент банки делаете платежки, то здесь просто делаете выписку, платежку не делаете. И сделаем списание. Нажимаем на списание. Вид операции. Здесь будет прочие расчеты с контрагентами. Получатель. Банк, который будет продавать валюту. Сумма. Здесь мы меняем счет на 52. Меняется сразу банковский счет и меняется валюта на валюту счета. У меня евро. 500 евро. С банком у меня уже есть договор на продажу валюты. Если договора нет, его нужно добавить. Вот сюда, в договоры. Вид договора здесь будет прочие. Далее, статья о движении денежных средств. Здесь будет статья о продаже иностранной валюты с писания в скобках. И вид движения у данной статьи. Будет прочие платежи по текущим операциям. Если такой статьи нет, то ее нужно добавить. Выбираем. На значении платежа указываем продажи иностранной валюты. Кроме этого, нужно поменять счет расчетов. Выбрать счет 7,629. У меня он в быстром поиске выходит. То есть 7,629. Если у вас в быстром поиске не появляется, открывайте план счетов. И через поиск можно найти. И нажимаем провести. Смотрим проводки. Здесь будут две проводки. Первая проводка – это курсовая разница по 52-му счету, по валютному счету. Здесь у меня курсовая разница положительная. То есть по дебету 52-й счет, по кредиту 91,01. И вторая проводка – это непосредственно списание валюты для продажи на 76-й счет. Дебет 76, общет 29, кредит 52. Здесь пересчитывается по курсу 500 евро на дату, которой валюта перечисляется в банк. Здесь идет официальный код центрального банка. И далее нам нужно оформить уже поступление. То есть когда банк продает валюту, он ее в рублевом конвиваленте зачисляет на рублевый счет. И нужно сделать поступление. То есть здесь будет тоже банковские выписки, но вид будет поступления. Вид операции – поступление от продажи иностранной валюты. Буду тем же числом делать, все у меня одним числом. Счет учета 51 здесь уже, потому что зачисляется на рублевый счет, банковский счет рублевый. Если у вас несколько, можно выбрать. Далее – плательщик банк. Сразу подставляется договор. И здесь мы пишем валютную сумму 500 евро. Сумму в рублях программа рассчитывает. Счет расчетов тоже нужно поменять, поставить 76,29. И здесь вот с курсами. Здесь у нас два курса. Курс центрального банка, то есть это официальный курс, который есть на текущую дату. И есть курс расчетов. Курс расчетов, он отличается от курса центрального банка, потому что во всех банках у них свои курсы, то есть устанавливаются, и они отличаются от курса центрального банка. Соответственно, продавать валюту банк будет не по курсу центрального банка, а по своему курсу, который будет отличаться. По правилу, данный курс он больше. То есть я для округления возьму, что будет 70 рублей. То есть официальный курс вот этот, но банк продает по своему курсу, и курс расчета будет вот этот вот. Далее – статья «Движение денежных средств». Здесь у меня тоже уже статья занесена «Продажи иностранной валюты», вид у нее «Движение», «Прочие поступления по текущим операциям». И я ее выбираю. Если у вас ее нет, то нужно добавить. И назначение платежа – выручка от продажи иностранной валюты. Далее нажимаем «Провести» и смотрим, какие проводки здесь формируются. Здесь формируется несколько проводок, причем здесь будет расхождение в бухгалтерском и налоговом учете. Соответственно, проводки следующие. Первая проводка – это зачисление иностранной валюты, и зачисляется она. Это по курсу продажи этой валюты, то есть у нас здесь курс 70. То есть по данному курсу банк ее продает и зачисляет. Соответственно, 35 тысяч. Далее идет списание валюты, но валюта уже списывается по официальному курсу. По официальному курсу это у нас 33 865 рублей 10 копеек, 500 евро. Соответственно, вот здесь вот у нас в бухгалтерском учете на 91 счете будет разница, и она закроется при закрытии месяца. То есть когда будет делаться закрытие месяца, 91 счет закроется и будет определен финансовый результат. Ну и далее уже для налогового учета в налоговом учете третья проводка делается. То есть здесь в бухгалтерском учете у нас суммы нет, но есть сумма в налоговом учете. Здесь тоже у нас в налоговом учете постоянная разница идет, то есть суммы здесь нет. Для налогового учета идет отдельная проводка 76, субсчет 29 по дебету креет 91.01. И здесь идет тоже сумма в налоговом учете и постоянная разница. Это у нас получается разница между вот этой и вот этой суммой. То есть если здесь в бухгалтерском учете она у нас будет на 91 определяется, то в налоговом учете эта разница показывается сразу и делается вот такая проводка. И четвертая и пятая проводки отражают выручку от продажи валюты и стоимость проданной валюты по курсу на дату списания. То есть тут опять идет 35 и 30. Данные проводки они нужны при проведении регламентных операций при закрытии месяца. Если мы посмотрим по закрытию счетов, здесь у нас можно сформировать карточку по 76 счету. И здесь видно, что у нас вот, например, в бухгалтерском учете было 33 865 рублей 10 копеек по дебету. И та же самая сумма у нас проходит по кредиту. И по 91 счету здесь будет разница, но когда будет делаться закрытие месяца, здесь уже общей суммой будет все подсчитано и будет выведен финансовый результат, прибыль или убыток. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 можно сделать продажу иностранной валюты. А я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы сразу получать информацию о новых видео моего канала. Желаю вам всего самого доброго. С вами была Дина Краснова. И до встречи на следующих видео.